Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Поругалась очень сильно с парнем, не увидимся 4 месяца, первой звонить принципиально не буду. Все хватит, гордость уже не позволяет. Что делать, забыть его или ждать? Я бы не обращался к вам, если бы он дал мне знать, а он молчит по этому поводу, всегда молча уходил. Смотрите, вы не можете заставить себя забыть его и не можете заставить себя перестать его ждать. Для вас это невозможно, невозможно, потому что от вас не зависит то, какие, например, эмоции, да, какие, например, чувства вы испытываете. Ну, не зависит это, пожалуйста. Никак, никак не зависит. Вот, то есть хотите вы, вы будете его ждать, не хотите вы, вы все равно будете его ждать. Вот, и так далее. То есть это история, которая не зависит от вас, в принципе, не зависит от вас эта история. Вот, но, что вы можете сделать, да, что вы можете сделать? Вы можете, значит, свои чувства, вы можете свои чувства, свои эмоции проживать. То есть вы можете, ну, заняться тем, например, чтобы, вот, прожить ту боль, которая у вас, например, есть сейчас. Вот, и разобраться в себе, разобраться в том, например, что с вами происходит, да. Разобраться в том, какого рода конфликт у вас сейчас происходит, то есть что, с чем, там, ну, конфликтует, да, например, опять же, например. Вот, и уже как-то, основываясь на этом, свою модель поведения корректировать. Вот, вот, это то, что вы можете сделать. А сейчас вы просто, вот, просите совет, да, да. Сейчас вы просто просите совет, то есть что мне делать, и так далее. Ну, это, немножко не та, как мне кажется, позиция, которая может вам помочь, и немножко не та позиция, которая может вам, вот, ну, в принципе, что-то дать. Вот, как мне кажется, поэтому я бы, вот, все-таки смотрел бы на это, вот, ну, как-то, с такой позиции, с позиции того, что то, что происходит, это, вот, возможно, для вас разобраться в себе. Вот, ну, в первую очередь, возможность для вас, ну, как-то вот, ну, поисследовать, что ли, поисследовать, что ли, себя, да, и посмотреть, на то, чего вы хотите, вот, ну, в принципе, вот, что вам, так скажем, что вам нужно. Вот, вот, и дальше уже смотреть, то есть сделать анализ отношений, сделать анализ вашей, ну, вашей, вот, собственно говоря, модели, модели поведенческой, вот, и из этого уже исходить. Чтобы нам, чтобы нам, чтобы нам не скатываться в, значит, ну, в советы, вот, чего бы очень не хотелось, очень не хотелось бы скатываться в совет, понимаете, да, о чем идет речь. Советы, они ничего хорошего не дают никому и никогда, вот. И, кроме того, здесь вы не будете, так скажем, перекладывать ответственность за свою жизнь на нас, вот. Это тоже очень важно. Я думаю, что пока у вас имеется, ну, вот, такое противоречие, да, пока вы находитесь в таком достаточно противоречивом состоянии, вот, когда, с одной стороны, вроде бы, гордость, и вы говорите, что все, с другой стороны, вы хотите ждать человека, вот, и вы его, ну, как бы ждете, и вы надеетесь, что, там, что-то, вот, случится, что-то произойдет такое, вот, что, ну, как-то ваше отношение восстановит и прочее, вот. То есть вы находитесь в состоянии недоверия себе, тотально такое, получается, там, недоверие себе, вот. Ну, и, естественно, ничего, ничего хорошего из такого состояния для вас не будет, потому что вы сами не сможете быть свободны, то есть вы, ну, не сможете вести себя свободно, не сможете быть, быть собой, вот. И у мужчины будет возможность вами манипулировать, вот. Это тоже такой, вот, ну, факт, достаточно неприятный, вот. И я думаю, что, обращаясь к нам, да, вы не совет хотите получить, вот. А обращаясь к нам, вы хотите как-то, вот, что-то, что-то со своей тревожностью сделать, вот. Потому что она есть, она есть тревожница, да. Она вас, значит, беспокоит, она не дает вам, ну, как бы, двигаться по жизни, так, как вам хочется. И, соответственно, это все связано с тем, что на мужчине, вы на мужчине, ну, вот, скажем так, центрируете какую-то часть своей личности, там, вот. То есть, например, вы говорите, как бы, сами себе, да. От того, буду ли я с ним или нет, зависит то, например, как я буду, ну, допустим, там, не знаю, себя чувствовать, да, или от того, буду ли я с ним, зависит то, насколько, насколько я, там, привлекательная, достойная женщина, ну, и так далее. То есть, вот, все идет примерно в таком ключе. Вот. И в этот момент его нужно, эм, корректировать, чтобы его не было. Вот нет, не, потому что это не очень хорошая история для вас. Но это не очень хорошо, раз что вы вот так вот, ну, зависите, получается, от человека и от того, как он себя ведет, да, и от того, значит, ну, вот, что человек делает. Потому что делать, он может, ну, вообще, все, что угодно, и, как бы, ставить себя в зависимости от него, ну, на мой взгляд, идея не самая лучшая, вот, исходя, опять же, из того, например, что знаю, ну, исходя из того, что знаю я. У вас много обиды, у вас много злости, это прям чувствуется, и я бы сказал, что эти чувства, они, ну, нормальные, неестественные, вот, у них нет ничего плохого, да, у них нет ничего ненормального, вот. Просто вам нужно, опять же, повторюсь, научиться обращаться с ними, обращаться с ними, вот, а сейчас этого не происходит. То есть вы своих чувств, вы их как будто бы избегаете, вот. Понимаете, да, какая штука, вот. И вот задача психолога, на мой взгляд, в том и заключается, чтобы вам, в этом смысле, помогать, чтобы вам помочь разобраться в, значит, в себе, и в том, что вы хотите, и в том, что вам нужно. И если уж, грубо говоря, ситуация, вот, она сложилась, допустим, так, что вот вы, к примеру, считаете, что человек, ну, пересек какую-то черту, да. То есть, если вы считаете, что, ну, мужчина ведет себя неподобающим образом, вот, то очень важно, чтобы это было вам не зафиксировано, но очень важно, чтобы вы сами от этого не отступали, вот, очень важно, чтобы вы сами от этого не уходили, вот, ну, а совершенно очевидно, что ему стоит сейчас о себе как-то воззаявить, да, ну, дата о себе знать, дата о себе знать, и вы, скорее всего, к нему опять будете с ним, вот. И это тоже было бы неплохо, если бы вы видели, ну, какие-то, скажем так, паттерны своего поведения, да, которые приводят вот к... ну, к таким момент... к таким момент... к таким моментам. То есть, если бы вы... вы видели, аааа... те паттерны поведения, вашего поведения, которые приводят к тому, что у вас происходит конфликт, и он уходит. Ааа... еще один важный момент, это то, ааа... значит, ну, ждете ли вы, ожидаете ли вы, ааа... что... человек, допустим, изменится. Это тоже очень важный момент. Ааа... почему? Потому что, если вы ждете, что человек изменится, вот, скорее всего, ваши ожидания не оправданы. Потому что, ну, человек, он... вот, опять же, ааа... какой здесь момент, да, что... ааа... принимаю ли я, вот, человека таким, какой он есть, вот. Могу ли я его принять таким, какой он есть, вот. Ну, вот, опять же, ааа... на мой взгляд, на... на мой взгляд, по моему скромному мнению, ааа... пока что вам, ну, вот, ааа... я бы сказал, что... ааа... с этим сложно, вот. То есть вам сложно принять то, как он есть, сложно принять то, что... ааа... то, что... ааа... человек, вот, ааа... молча уходит, и так далее. И ваша задача спросить себя, ааа... готовый ли я к тому, что он, вот, всегда, скорее всего, будет уходить. Вот. С чем всегда будет уходить, чем всегда, 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 всегда будет, ааа... ну, сбегать, вот, ааа... ааа... ну, из каких-то сложных, сложных, ааа... для него, ааа... ну, ситуаций. Вот. Вот. Тоже это очень важный момент. На... который вам нужно обратить внимание. Ааа... если вы этого не сделаете, то... отношение превратится... отношения превратятся в постоянное ожидание... ааа... чего-то. Ааа... от... эээ... ну, человека того же. Вот. Ииии... ничего хорошего из этого, опять же, не получится. Потому что, когда человек чего-то ждёт, он не находится в эээ... собственно, отношениях. Он находится, скорее, вот в этом ожидании, не замечает ни себя, ни... как бы... ну, ни себя, ни других не замечает. Вот. Иии... конечно, это... ээээ... это существенно... ээээ... ухудшает... ээээ... качество... ээээ... ваа...no... Как самого человека, так и в общем исцелом его, ээээ... ну... партнё, эээээ... партнёра. Вот. Ээээ... таким образом, ээээ... логика... логика здесь... ээээ... моя... по крайней мере. она, эта логика, скажем так, предельно простая, вот, она предельно простая, предельно, ну, хочется верить, да, она, предельно понятная логика, вот, вам нужно только попытаться увидеть, увидеть вот то, что я хочу сказать, ни в коем случае не, ну, ни в коем случае не хочу вас, там, грубо говоря, как-то, ну, переубеждать в чем-то, да, ни в коем случае не хочу вам что-то навязывать, вот, я прекрасно понимаю, что вам сейчас может быть и плохо, вам сейчас может быть и трудно, вам сейчас может быть и тяжело, и прочее, 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 все это понятно, вот, ну, просто, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, да, проблематика, она вот такая, и решать ее нужно, эту проблематику, решать, именно решать, а ее нужно, именно, вот, в таком, опять же, ключе, вот, как-то так, на этом, я думаю, можно мой ответ закончить, на этом, я думаю, можно мой ответ будет завершить, обязательно постарайтесь сформулировать свой запрос, запрос, в смысле, к психологу, вот, для того, чтобы мы могли вам помочь, именно, именно, вот, в аспектах, касающихся непосредственно вашего, вашего запроса, то есть, чего вы хотите, вот, там еще показать, ну, получается, что вы, вы к нам обращаетесь, это понятно, это хорошо, что вы к нам обращаетесь, вы, вообще, молодец, что это делаете, но, эээ, вы обращаетесь, то обращаетесь, а вот, с чем вы обращаетесь? Эээ, вот, это не совсем, в данном случае очевидно и понятно, А вот хотелось бы как раз это понять, хотелось бы как раз в этом разобраться. И можем ли мы вообще помочь вам, ну вот, можем ли мы вообще помочь вам в вашей ситуации? Вот. То есть может быть у вас такой запрос, может быть у вас такая проблема, с которой мы в силу каких-то особенностей не работаем. Вот. Такое тоже может быть, поэтому просто хочу, чтобы вы по возможности имели это в виду. Вот. А на этом всё, пожалуй, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вы дадите обратную связь. По моему ответу это, собственно, вот позволит вам начать, начать над собой работу, да, позволит вам, ну, двигаться вперёд. Вот. Позволит вам как-то вот увидеть, куда вам, куда вам можно двигаться, вот, и, соответственно, решать ваши строгности. Вот. Всего вам самого доброго, обращайтесь за помощью, будем рады, будем рады вам помочь, чем можем, вот. А вы большое молодец, что обратились к нам. Удачи!